Всем привет дорогие друзья, с вами Зиган И я решил запилить три концовки по игре Фарингейт Потому что на нашем канале Вова, то бишь допустим, запилил три концовки игры Хэви Рейн Фарингейт это тоже игра от разработчиков Quantic Dreams Но она есть на компе, а у меня консоли нет Поэтому, ну давайте начинать без сохранения Дургань еще уже Я кстати не увидел сколько снега уже выпало Вот ангар, база выглядит заброшенной Видимо мы добрались сюда раньше оранжевого и пурпурного кланов Они неподалеку, я ощущаю их присутствие Будь начеку, я подожду Если я не вернусь через 15 минут, возвращайся обратно Погар тебя защитит Все, все, я вдуплил, я вдуплил, что делать, я вдуплил, что делать Короче, я когда был мелкий, играл в эту игру Я никогда не вдуплял, кто такой Гокарт А это оказывается название одного бомжа Мне не важно, кто-нибудь Но хотя, что тут вам спылили, не спылили Вы же смотрите концовки Так что спылили, не спылили Эта игра очень старая Эта игра очень для меня прикольная Она мне так нравилась Нравится так же, как Фарингей Ой, а не Фарингей Нравится так же, как Хайверейн Это очень прикольная игра Опять-таки, я повторюсь От разработчиков тех же, что и разработали в Хайверейн Для первой концовки нам надо все выполнять Прям все-все-все, чтобы победить Отдай мне дитя! Ты даже упрямее, чем мы думали, человек Но игра окончена Ты и твоя раса проиграли Ваш мишевит исчезнет, как в своем хэме исчезли динозавры Мы, искусственный интеллект Будем господствующей расой на этой планете Благодаря этому ребенку мы узнаем все Мы станем наущественнее богом Я дал вам ее И я же ее у вас заберу Ты кое-что забыл Харит моего головного мозга Есть модуль, позволяющий нам тобой управлять Ты наша марионетка-человек Теперь бляши И потом А что надо? А, все А Не-не-не, чувак Не-не-не, потом Е-не-не-не, правда быстро мы с ним закончили Я думаю, это будет дольше Вообще, как взорвется Вот и все Вы думали, что Концовка будет такая Долгая, да, эпичная Камеш, это все Вы думали, вы что-то хотели Это все А вот хрен Ты спасешь свою женщину Или дитя Сделай выбор Отпусти Карлу Она не имеет к этому отношения Иди и сразись со мной, если у тебя кишка не тонка Я сделаю тебе щедрое предложение, Лукас Если ты отдашь мне дитя Я пощажу твою жизнь Ты сможешь жить в нашем новом мире Я не хочу жить в вашем новом мире Вы превратите все человечество в рабов Которые будут служить интересам вашего клана Ну, в общем, это и есть наш план Я даю тебе пять секунд Чтобы ты передумал После чего я убью твою женщину А затем и тебя Делай свой выбор Не отдавай ему дитя, Лукас Разумный выбор Добро пожаловать в наш мир, Лукас Ну, это и есть первая концовка Где Оракул заберет ее И она ему расскажет все тайны человечества Какие у него ногти Он ног, что он не стриг Чего же он там услышал А что услышал, хрен поймешь И, смотрите, как он счастлив Вот она, первая концовка Через несколько дней Температура на планете вновь стала нормальной Оракул отпустил нас Наверное, ему хватило победы И он счел, что возиться со мной не имеет смысла Мы с Карлой вернулись в Нью-Йорк И стали ждать больших перемен Но их не было Через три месяца после того, как дитя Индиго Сообщило свое откровение Для человечества не изменилось ровным счетом ничего По крайней мере, внешне Но я знаю, что однажды их план откроется С поездки в Вишиду мы с Карлой остались вместе Вчера она сказала мне, что беременна Наверное, все случилось той ночью На подземной базе Богорта И это значит, что наш ребенок облучился хромом и шитом Как и я сам в утробе своей матери Не знаю, что теперь будет Мы с Карлой пытаемся жить обычной жизнью Как будто ничего не происходило Время от времени я все еще вижу мир глазами оракулы Я знаю, что то, через что мы прошли Лишь начало О чем ты думаешь, Лукас? О, ни о чем Совсем ни о чем Все Супер концовка Ничего не изменилось и ничего не будет И ничего не случится Офигительная концовка Не, серьезно, я думаю, что это самая хорошая концовка Ничего не будет и ничего не случилось Хм, почему нет Вот и следующая, вторая концовка Она будет, чтобы выиграли пурпурный клан Вот этот вот клан Киберлюти Ты даже упрямее, чем мы думали, человек Но игра окончена И твоя раса проиграли Важнейший вид исчезнет, как в своем время исчезли динозавры Мы, искусственный интеллект Будем господствующей расой на этой планете Благодаря этому ребенку мы узнаем все Мы станем могущественнее богов Я дал вам ее И я же ее у вас заберу Ты кое-что забыл В карете моего головного мозга есть модуль Позволяющий нам тобой управлять Ты наша марионетка, человек Теперь приши И мы в этой концовке Будем делать ровно ничего Вообще ничего Две тысячи лет Две тысячи лет я ждал этого часа Скоро мне откроются все тайны Я получу ответы на все вопросы И именно ты принес мне дитя Индиго Какая ирония судьбы А мы переключаемся тем временем на нее И выходим из этой машины И тоже прем На эту базу Если честно я не помню Что бы это было Что бы надо было за нее куда это идти Эй, не, 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 чувак Нельзя Пускай все-таки умно быть Что ты делаешь, Лукас? Ты должен проснуться Они управляют тобой, Лукас Проснись Пожалуйста, умоляю тебя Оставь его, человек Наслаждайся последними моментами жизни Ибо скоро мы захватим планету И навсегда урежу Она его шатает такая Ти-ти-ти-ти И она такая Она нам пофигу Бывает Бывает, да и и и гиги гиги и сам совершая что он она ему к вам они на кому скажи что он должен слушать она все равно и закатились архоман кстати не палец в эту жижу сдохнуть можно и и и решил лечь на дорожку температура продолжает падать похоже это никогда не закончится три четверти человечества уже умерло на остальных днем и ночью охотятся роботы мы вынуждены жить под землей как крысы теперь хозяином планеты стал фиолетовый клан они знают тайну дитя индиго и ни у кого не хватит сил их остановить мы с карлой укрываемся вместе с болгартами невидимками ее появление самое лучшее что случалось со мной за долгое время вчера она сказала мне что беременна все случилось той ночью на подземной базе бога а это значит что наш ребенок был облучен хромой как и я сам по тропе матери хрома сделал у меня среди людей кем то вроде героя мы пытаемся всеми силами повредить машины с искусственным интеллектом но наши шансы напоминают исчезающей малы даже если мы их и победим нам все равно придется жить под землей из-за холода в своих снах я слышу голоса которые говорят что наш ребенок следующее дитя индиго спаситель человечества я стараюсь их не слушать сейчас я забочусь лишь о том чтобы защитить свою жену и ребенка о чем ты думаешь о ни о чем совсем ни о чем ну почти то же самое что он говорил и там и тут он везде скорее всего это говорит я хрен знает просто локация меняется ну сейчас мы посмотрим следующую концовку а вот и третья концовка пускай все три у третьей концовки будут два вариации как победить нам вначале будет и вот сейчас первая вариация третьей концовки Лукас или ты спасешь свою женщину или дитя сделай выбор отпусти Карлу она не имеет к этому отношения иди и сразись со мной если у тебя кишка не тонка я сделаю тебе щедрое предложение Лукас если ты отдашь мне дитя я пощажу твою жизнь ты сможешь жить в нашем новом мире я не хочу жить в вашем новом мире вы превратите все человечество в рабов которые будут служить интересам вашего клана ну в общем это и есть наш план я даю тебе 5 секунд чтобы ты перенул после чего я убью твою женщину а затем и тебя делай свой выбор не отдавай ему дитя Лукас нет я против я против опа поворот событий ни хе а Карла его убило никто либо не Лукас никто а Карла вот взяла его из пушки у гандохла он же он такой мощный он такой этот ну обычная пуля ну как мы знаем у каждого есть слабое место это пули как у Бэтмена у Бэтмена слабое место пули у эм у Шелезного Человека слабое место пули ну когда он шлем сам открывает если башан устроит то пули и вот оракул у него слабое место пули эээ ну что ну давай ложи эээ вот вторая вариация будет намного для меня эпичней там чуть чуть подраться придется типа по щам кому-нибудь надавать киберчеловек опять я не понимаю чем она базарит может она говорит у меня есть секретов нет он такой блин а всякая он офигел типа ну блин ну интересно что же она может такое сказать что повлияет на все человечество ну до сих пор уже не адукатное типа блин офиге офигел вообще ну 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 Я никогда не мечтал стать богом. Я просто хочу жить своей жизнью с женой и ребенком, как и все остальные. Боюсь, у судьбы на мой счет могут быть другие планы. О, как видите, он несчастлив. О, ни о чем. Совсем ни о чем. Вообще несчастлив. Типа, вот, мне дали... Ну, вы поняли. Вот, я стал богом. Ну, блин, ну, вообще. Он тебе вообще зашибись, ты же. Ну, короче, он в этой концовке... Хотя все и хорошо, но в этой концовке он несчастлив. Поэтому лучше убирать арабку. Вот из-за чего мне нравится. Ну, ладно, и давайте второй... Ну, вы поняли. Вторая вариация. А вот следующая вариация концовки. Это уже вторая вариация. Где Карлу швырнут. Что ты делаешь, Лукас? А Лукасу будет уже не пофиг. Они управляют тобой, Лукас. Проснись. Пожалуйста, умоляю тебя. Оставь его, человек. Ослаждаешься последними моментами жизни. Ибо скоро мы захватим планету. И навсегда уничтожим вашу низшую ракцию. И вот тот Лукасу будет уже далеко не пофиг. Я не так представляю будущее. Я думал, будет поэпичнее. Может, сейчас Оракул хотя бы встанет. Оракул! Встань! Оракул! А, нет. Не встал. Ай. Ну, я помню, была эпичная концовка, когда я проходил первый раз. А, это когда, скорее всего, я этого ребенка оставил Оракулу. Не пурпурному королану, а Оракулу проиграл и оставил ему ребенка. Скорее всего, тогда это все и было. Точнее. Вот и все. В самом конец я вам показывать не буду, потому что вы его смотрели. Так что, если вы здесь вдруг впервые, подпишись на канал, поддержи меня, поставь лайк. Расскажи об этом видео кому-нибудь, я не знаю, кому-нибудь просто. Так что, всем пока, ребята, и до следующих видео.